То, что светофор на этом участке должен быть, бесспорно. Интенсивность движения, особенно после строительства новой дороги по Калинина, здесь возросла. Рядом 76-я школа, а потому в первую очередь регулировщик нужен для безопасности детей. Очень удобно. А почему? А потому что и школа вот рядом, ребята бегать будут сейчас через дорогу, так что хорошо, и нам с коляском проехать. Здесь машин очень много всегда. Опасно ходить было, мы всегда здесь ходим. Тут уже идешь, горит, так и знаешь, что уже машины не идут. Разгрузится движение, здесь очень много пешеходов занимали времени, тормозили движение, поэтому лучше будет. Другой вопрос, как он будет работать? Специально для этого по поручению главы Котласа служба освещения подключила светофор не к началу учебного года, а на несколько дней раньше. Чтобы за это время отрегулировать процесс и приучить ребятишек переходить здесь дорогу правильно. А потому до первого сентября этот объект работает в тестовом режиме. Возможно, что будет какая-то единая линия, так называемый зеленый коридор, потому что вчерашний вечер показал, что была достаточно серьезная пробка, поэтому будет дорабатываться. Просим автолюбителей потерпеть немножко. Мы настроим все, постараемся это все урегулировать, чтобы это было в едином порыве, скажем так, чтобы не образовалось, особенно в часы пик, вечером, утренне не было пробок. Этот автоматический регулировщик установлен на условиях частного муниципального партнерства. Светофоры купил предприниматель. Затраты на монтаж взял на себя город. По такой же схеме в ближайшее время будут установлены и другие объекты. В планах у города светофорный объект появится в сентябре месяце, в конце сентября, начале октября появится на перекрестке проспект Мира, 70 лектр октября. И еще будет один светофорный объект модернизирован. Электронный регулировщик новый, современный и отвечает всем стандартам и правилам. Светофорные секции диодны, что позволит водителям видеть свет в любую погоду, даже очень солнечную. Также здесь есть дополнительная секция для пешеходов.